Всем огромный привет! Начинаю новый влог. Сейчас мы на детской площадке. Вы знаете, у нас такая жара, это просто ужасно. Я не могу спать. Я вчера ворочалась до двух часов утра. Это какой-то кошмар. Вообще лицо у меня просто обнаженное, так сказать, потому что ничего вообще на себя наносить не хочу. Нанесла только крем матирующий от Фаберлика и всё. Ничего вообще не хочу, пускай лицо дышит. Глаза не хочу подводить, губы даже не хочу красить. Просто как невероятно жарко. Ну, в общем, сейчас мы пришли на площадку. Сейчас покажу вам немножечко. Ну, я, в общем, показывала. Это не площадка даже, а парк называется имени генерала Дмитриева. Вот. И вот у меня там колюшка. Взяли с собой игрушек. Целый пакет, маечку. И вот сидит, играется в песочке. Песок грязный, загаженный. Сейчас опять вам скажу. И будете меня упрекать в том, что я ничего не делаю. Ну, посмотрите. Ну, что это такое на детской площадке? Вот. А я села в тенёчки. Вот у нас лавочка. Сумочка моя. Мини-сумочка для таких прогулок. Чтобы положить телефон, фотоаппарат и ключи. Вот. И здесь у меня пакет. Здесь книга моя. Блокнот, в котором я конспектирую то, что мне надо. И бутылка воды. Так что будем сейчас отдыхать. Ты не упадёшь? Ну, да скатывайся с горочки, Калюнь. Боится. Скатывайся, не бойся. Не бойся. Ты сядь. Сядь. Так, аккуратненько. Калюша, аккуратненько держись. Ну, давай скатывайся. Садись. Садись попой. Нет, боюсь. Боюсь я. Ау. Молодец. Аккуратненько. Только под ножки смотри. Он там рыбку положил, у которой благополучно отвалился хвост. Ну, точнее, Коля его сломал, рыбку эту. И теперь катает эту голову. Потому что у нас осталась одна голова. Да, кстати, пришла я вот в таких вот сланцах. Сейчас вам приближу. Эти сланцы я ношу, наверное, сезон 4-5, вы не поверите. Они из Испании. Давно, наверное, вот я говорю, где-то 4-5 лет назад мне мама присылала ничего, нигде вообще ни разу не отрывалась. Причём вот эти вот все цветы, они практически нигде не стёрлись. Ну, вот только в самом начале, где пальчики. Очень прикольные сланцы, удобные. И решила я вам показать свои продуктовые покупочки. Итак, в овощном магазине, в обычном, я купила один апельсин Коли. Почему один? Потому что он много не ест, то есть он одну апельсинку съест и потом может неделю их не просить. А я цитрусовые вообще как бы не люблю, поэтому мы всегда по одной в основном берём. А так, здесь у меня зелень, кинза и лук зелёный. Кинза у нас пучок 25 рублей. Так, это лук репчатый. Так, дальше поехали. Это вот такой вот початок кукурузы. Стоит одна штука 17 рублей. И по размерам, причём они совершенно разные. Я вот взяла такой покрупнее. И ещё взяли мы золотую капельку. Первый раз беру такое масло. Ничего вообще. Не знаю про него. 75 рублей оно стоит. И так, и дальше поехали. Что я купила в магните. И так, вот такая вот альпика. Почему я купила? Потому что там вообще больше никаких не было освежителей. А сейчас такая жара, что больше не хотелось мне просто никуда заходить, потому что магнит это был последний магазин. Поэтому, в общем, взяла всё, что есть. Хотя не люблю я его. Но вот надо и всё, понимаете. Приспичило мне. Так, вот такой вот чеддер. Два сырка плавленных по 11 рублей. И они побольше. То есть, если сравнить срок дружба и вот это вот чеддер, то вот эти вот будут крупнее. Так, мистер Рика на перепелином яйце. В магните он сейчас идёт по акции. За 40 там с копейками. Хочу вам показать тоже аукционный товар. Да, так это мыло стоит порядка 80-90 рублей. Но сейчас идёт акция 45 рублей. У него вообще просто невероятный аромат. Кокосовое молочко и аромат лепестков жасмина. Сама не вижу, камера фокусировать не хочет. Пахнет очень-очень сильно кокосом. Прямо через коробочку я уже понюхала. Но не могла её удержаться. Конечно, тем более в два раза дешевле. Ой, вообще замечательный аромат. Очень мне понравился. Так, крабовые палочки взяла. Хочу лёгенький салатик приготовить. Печень по-мурмански. По акции тоже где-то 40-50 рублей. Как-то так. Так, дальше это всегда наша покупка. Я покупаю цыплёнка бройлера. И всегда покупаю охлаждёнку именно в магните. Дальше вот такие вот конфетки. Я не помню, как они называются. Вот, плавленый сырок, молоко 3,2. И последних два товара хочу вам показать. Вот, меня очень заинтересовал вот этот вот круассан. То есть здесь 4 вот таких вот огромных, как бы, они вот как рулетиками идут. Видите? Так, один у нас идёт подарок. 4 штуки по 65 грамм каждой. И по акции 71 рубль это стоит. Я думаю, в принципе, нормально. Так, и вот такие вот чипсы. Это не Принглс. Ну, вроде как Принглс, да? То есть дизайн точно такой же, с паприкой. Всё замечательно. Но вы видите, здесь ошибка. То есть это какой-то загон. А, ну принеси мне телефон. Принеси телефон, Заня. То есть это загоны, как это, подкос, под Принглс. В общем, ну стоит, конечно, дешевле 50 там с лишним рублей. Я, вот мне так стало интересно, что... Галюш, ну-ка встань. Встань, встань, встань. Заня-ка. Давай, я подрёхну тебя. О, какие мы сегодня красивые. Галюш, повернись. Галюш, повернись. Вау. Как высоко, да, скажи? Да. И предыдущее видео было снято в здании суда. Ну, в общем-то, я думаю, уже можно говорить, что мы там делали. У нас вчера, 4 августа, был брак-разводный процесс. Ну, в общем, мы развелись благополучно. Почему благополучно? Потому что я всегда считала, что развод очень тяжело пережить. Ну, почему-то вот мне казалось, что именно развод тяжело пережить в тот день, когда ты уже идёшь, там всё подписываешь, там и всё остальное. Оказывается, нет, сам развод, там, вот это вот состояние переживается до, до вот этого вот именно вот дня. Потому что, конечно, ты уже всё переварил, у тебя уже всё это устаканилось, скажем так, ты принял это, да. Самое главное, в принципе, принять этот развод. Вот, и, вы знаете, да, конечно, это очень неприятно. Конечно, это всегда больно. Абсолютно всегда. Мы же люди, да, мы же не каменные. Но, в общем, как получилось, так и получилось. Я грустить не буду. Ну, вы знаете, есть такая лёгкая грустинка, печалька, что ли. Ну, в общем, я думаю, это нормально. Вот, ну, а в знак того, что я не хочу грустить, мы с Калюшкой купили вчера медовик, то есть сегодня медовик торт, потому что печь я не хочу, очень-очень жарко у нас. И, в общем, хочу приготовить какой-нибудь вкусный салатик. Поэтому, в общем, вот такие вот новости.